Это шоу Ночь, ночной молодежный канал, Виктория Пайнина, Сергей Шибяков и маленький урок музыки прямо сейчас в прямом эфире. Сережа, что вы нам подготовили сегодня? Баре, потом АМ и переход на ДМ. Извини, я просто волнуюсь. Белый снег, серый лед. Белый снег, серый лед. На растрескавшейся ДМ земле, одеялом лоскутным на ней. Я бы подпела, если бы песню знала. Но, к сожалению, без меня. Лучше не позориться. Если песня с душой, гитара, как говорится, друзья, сама поет, я приверженец именно такой стратегии. Еще есть песня вот такая. Если бы мне бы гитару настоящую, знаешь, я бы был вообще звездой своего подъезда вот с этой песни. Вот это Афганистан, та-ра-та-та-та, дивный край, пришел приказ, вставай, иди и умирай, та-та-ра-тан. Вот главное, жалобным голосом, как у Шатунова, петь, и к тебе потянутся девчонки в подъезде, сто процентов. Гитара нужна и вот, и голос. Прямо сейчас, на прямой связи с нами, человек, который знает о гитаре гораздо больше. Преподаватель игры на гитаре Михаил Михаил, здравствуйте. Михаил Михаил, здравствуйте. Прикольное сочетание имени, фамилии и отчества. Михаил Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы работаете ночью? Кого вы учите играть на гитаре в полночный час? Знаете, желающих достаточно много. Дело в том, что творческие люди, они вообще предпочитают темное время суток. Нет, ну тут уж непонятно как-то прямо. Расскажите тогда, кто эти люди, которые приходят к вам учиться игре на гитаре по ночам? Понятно, что люди работают там часов до шести, а потом они могут часов восемь в девять, ну в десять прийти. Ну зачем же им там в час, в два ночи идти учиться играть на гитаре? Чем они занимаются, ваши ученики, в жизни? Ну это музыканты, например, которые раньше одиннадцати вообще с постели не встают. Вот, это люди, которые могут позволить себе не работать, например. Люди, которые могут позволить себе не работать? Вы что, учите на гитаре блатные песни с ними? Люди, которые не работают из отсидки? Я не знаю, кто же эти люди? Почему они не работают? Это дети тех людей, которые могут помочь в том, чтобы не работать. Хорошо, хорошо. А вы знаете такую песню? Я так думаю, вы должны ее знать. Мне очень хочется подобрать ее на гитаре. Вот такая вот песня. Она писала Зойка, мне письмо! Ну, я думаю, что это будет стоить отдельную сумму. Мы не любим работать с таким материалом. А, то есть, а вы такую песню не знаете даже, да? Написала Зойка, а почему? Это Михаил Круг, но это что-то очень печальное на самом деле. Это Круг, да? Да, по-моему, это Круг. Просто нам тут подсказывают, что это и Розенбаум мог написать, написала Зойка мне письмо. Кто же написал? Кому Зойка писала письмо? Розенбауму или Кругу вы не разбираете, да, в принципе? Но можете научить играть на гитаре и такую песню. Ну, насчет любой, наверное, это перебор. Все-таки не любую и не любого человека. Расскажите мне, Михаил, а почему же, если вы такой отличный преподаватель, вы не делаете карьеры суперзвезды-гитариста? Ну, это дело, наверное, психологии. Просто те, кто уверенно и получает удовольствие от сцены, тот стремится к карьере инструменталиста, музыканта-сессионника. Но это не всем подходит, на самом деле. Я вот предпочитаю более спокойный образ жизни. В связи с этим я занимаюсь преподавательской деятельностью. Михаил, расскажите, пожалуйста, а что же, чему же просят научить вас ученики, которые к вам приходят? Вот какая самая популярная у них песня? Приходят, они говорят, Михаил, вот хочу я, чтобы вот играл Цоя через пять уроков. Вот надо мне девушку покорить. Или Билана. Что просят? Я, ну, как бы, на самом деле, на самом деле учить песням это не так интересно. Гораздо интереснее учить людей различным приемом игры, совершенствовать технику игры с помощью, как бы, развития каких-то профессиональных навыков. Потому что научиться играть песню, ну, это, как бы, можно, наверное, в любом дворе. Вот. И у меня мало тех учеников, которые просят покажите мне песню. Я им показываю общие основы, общие принципы. Вот. Исходя из этих общих принципов, каждый ученик может сам сыграть уже практически любую песню, потому что аккорды есть в интернете. И после того, когда у него поставлена техника игры, звукоизвлечение, он понимает базовые принципы, то, ну, как бы, та песня, которую он может спеть, она, любая ему, становится уже подвластна для аккомпанемента. Михаил, а бывает, а сто процентов, бывает у вас бездарные ученики, которые готовы платить полторы тысячи рублей за урок, ходят, исправно платят денежку, но такие бездари просто, что жуть аж. Есть такие? Да, есть такие. И вы все равно с ними занимаетесь, потому что платят денежку? Признаться, да. Михаил, хорошо, а признайтесь мне... Спасибо вам за нас, за дебилоидов, вам спасибо. Если бы не вы, Михаил, мы бы никогда не научились играть на гитаре. Да. Я могу продолжить? Спасибо. Я же тебе играю, мать, благодаря Михаилу практически. Михаил, ну, все-таки я закончу, наконец-то, задавать свой вопрос. Расскажите мне, Михаил, а как же вы выбираете гитару? Ведь, как известно, гитара это фактически вторая, но, к сожалению, деревянная женщина. Как-то вы вот с трепетом подходите к этому вопросу, расскажите о том... А есть еще первая деревянная женщина или что? Ну, у вас, видимо, резиновая, Сергей, дома ждет. Ну, да. Мне не очень хочется ассоциировать гитару с женщиной, по той причине, что гитара, когда она становится уже частью обыденной жизни... А женщин не хотелось бы, чтобы она становилась такой обыденностью. Гитара выбирается по принципу качества, соответственно, как и любой другой музыкальный инструмент, это качество звучания. Вот, это страна-производитель, фирма... Я не знаю, в основном, конечно, здесь критерий удобства игры и качества звучания. А сколько у вас в коллекции гитар? Ну, если есть коллекция, должна ведь быть? У меня не так много, у меня вот всего три гитары. А самая дорогая из них сколько стоит? Полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов. Ну, не так, что прям совсем дорого. Хорошо. Виктория, знаете, вопрос о песне, о любви и женщинах. Сублимируйте, пожалуйста. Михаил, расскажите мне, пожалуйста, случалось ли вам петь под окном прекрасной девушки сиренады на гитаре? Она писала Зойка. Мне письмо. Ну, это-то даже. Но те, кто со мной знаком, уже давно не просят меня петь и собрать сиренады на гитаре, потому что это... Нет, ну, а вот этот вот конфет на мармеладный период, когда, так сказать, хочется покорить девушку всем, что можешь, умеешь. Мы поняли, Сергей Иванович, чем вы покоряете. Это тебе конфеты, это тебе мармелад, это тебе период. Я пойду, я пойду, я пойду, период. Так вот, Михаил, может быть, существует какая-нибудь песня, которая возбуждает женщин? Может быть, вы проводили соцопрос какой-нибудь? По песне обычно женщин больше всего возбуждают романсы. Михаил, ну, расскажите, пожалуйста, а сколько нужно обучаться у вас лично? Я так понимаю, что вы трепетно относитесь к своим ученикам. Сколько по времени... Кого-то гладит их. Кого-то струной убьет. А чтобы уже как-то, собственно, изобразить сиренаду под окном девушки? Я думаю, что при средних способностях это два месяца при условии двух занятий в неделю. Михаил, а вот еще один очень важный вопрос. Если человек умеет уже играть на каком-то инструменте, ну, допустим, на пиле, он на... На бубне. На бубне, да, на треугольнике. У него как-то быстрее идет процесс занятия музыкой? Да, быстрее. Угу, понятно. А есть какая-то связь бубна с гитарой? Вот если я на бубне играю, бам-бам-бам, при чем тут гитара? Ну, бубнисты, они всегда интересные люди такие, они быстрее как-то осваивают. А, бубнисты, они прикольные. Михаил Гурьянов, преподаватель игры на гитаре в шоу Ночь на ночном молодежном канале, только что рассказал, что прям вот гитара есть. Гитара, говорит, моя подруга. Пою, покоряю женщин. Что там дальше? Ну, а дальше, мне кажется, строит зажать свою самую главную струну, но тянуть ее до предела, потому что дальше вы увидите вот что. А вот такт, первый, да? И раз, и раз, два, три, четыре. Жен, сейчас покажет, как он расписывается поклонник. Это будет большой праздник людей, которые соберутся и будут курить огромное количество сигар. Супер вообще, такая, декорации Голландии такие построил. П committe. Голландии. Голландии.